всем привет и всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал сейчас я приехала в наш местный росман закупиться для детей детские вещи всякие закончились ну там питание я имею до ухода за собой гигиеной всякое такое в росмане я только это покупаю девчонки и мальчишки кто сейчас меня смотрят к вам у меня сейчас есть вопрос на миллион мне нужна ваша помощь помогите пожалуйста те кто живут в германии именно какой высотовой связью пользуйтесь мне очень нужна ваша помощь я сейчас процессе выбора я раньше обращал относилась к одной ну нигде у меня не ловила это меня премиум сим была сеть так называется сотовая связь нигде почти не ловила интернет быстро тратился хотя я особо ничего на улице не делала особенного но у меня он быстро заканчивался и не особо то у меня был дешевый ну ладно это в общем другие темы я в этим недовольна и у меня сегодня закончился мой контракт за год в том году я еще подала эту заявку что я не хочу быть с ними вот сегодня у меня закончился контракт но ничего нового я не нашла честно скажу потому что я этим не занималась мне не до этого как бы не до этого в общем напишите пожалуйста комментарий какой сотовой связи вы пользуетесь и вы очень очень довольны по цене и там где ну потому как он везде ловит мне очень нужна ваша помощь напишите мне пожалуйста комментариях сейчас нахожусь в магазине ростман и выбираю животных для софики она в последнее время обожает ними играть у нас есть уже коллекция животных нам бабуля с дедули подарили вот сейчас ростман акция ведь они так они стоят и так вот каждая игрушка там отмечено каким цветом кружок и вот цена а сейчас новые цены по скидкам вот или выбрала лошадку нас нет еще лошадки очень красивая игрушка фанду хочу взять они всего желтые желтый кружок и красный кружок красного 350 не лошадка 4 евро евро будет мне панда и вот этот вот животное тоже очень это енот или кто красное красное то что 350 очень знаю что это за животное енот не енот енот наверное да тоже нет у нас а все лошади очень красивые посмотрите какие красивые шикарные лошади очень много коллекции лошадей очень красиво нарисованные от этой фирмы у нас есть ослик вот такой вот разные фирмы их делают но именно вот эта фирма вот этот шлях они очень красиво животных делает у нас есть после и барашек от этой фирмы вот барашек все они красиво делают лошадей так они вообще шикарно делают мне кажется посмотрите всем доброго утра сейчас мы садимся завтракать сегодня на завтрак я приготовила такие сырники пустышки из теста такие вкусняшки из сырники из творога кто сейчас нами садится трапезничать всем вам приятного аппетита вышла собирать наш урожай помидор вот здесь еще он много сколько собирать я уже собрала почти три ведра вот эти два уже полный и третий чудо остался на пол сейчас наполню быстро такую вкуснятину сейчас будем готовить на зиму как говорится я обожаю помидоры чем от огурцы предпочтение у меня больше помидора я очень люблю такую вкусняшку здесь у нас закрутки на зиму куча помидоры куча банок радуемся когда урожай радуемся аж ведрами заносим конечно же не все идеально попадается вот такие но это оставляем на хренолет или же на заморозку вот так откладываем при такие крупные тоже в банку я не кладу но все равно здесь есть чего-то тоже откладываю на все ничего не выкидываем все и весь материал вся продуктный расход идет ничего не минус вот как я понимаю мотивацию сегодня смотрела одного блогера она на завтрак приготовил для своей семьи блины думаю блин тоже хочу блины и сделала блинчики что 3 3 кушаешь блин вкусно тебе что там намазала себе нутеллу нутеллу и с чаем запиваешь да мама вкусные блины делает а зачем так говоришь что тебе вкусно не то почему так разговариваешь странно а как ты только что делала гладила животик мне я настолько давно не готовила видимо блины что ребенок очень соскучился как вы думаете сколько блинов села софия они конечно у меня тонкие прям я тонкие тонкие делаю но все равно 8 штук она села 8 блинов с каждым разом я спрашивала точно хочешь она горда точно хочу теперь-то наелась теперь-то все пойдешь на диван лежать вкусные были блины у мамы вышла в огород сорвать наш урожай капусты брокколи опять подоспела смотрите какой качан как какой красивый шикарный настя готовит суп говорит сейчас брокколи мы будем грыть суп готовит идет на заморозку говорит ты чё делаешь говорю хочешь сделать брокколи и заморозки горчо нельзя говорю можно но только говорю у нас в огороде уже опять подоград на горы сейчас сорву и домой за него приготовишь а заморозки в любое время говорю успеешь такой вкуснятину у нас сегодня будет рыбный ужин для нас троих я приготовлю красную рыбку в духовке сливочном соусе кстати посмотрите рыбка подешевела за килограмм 1399 зимой я покупала 1699 вроде стоила или 1799 стоила за килограмм а сейчас летом чуть-чуть подешевле стала у данилки тоже рыбный ужин у него овощи с рыбкой здесь тушатся сейчас будет пар у меня здесь картошка пастернак морковка и вот сейчас добавила рыбки сейчас это все делу меня вместе потушится и буду уже ему пюрировать кстати девчонки и мальчишки я так рада что вы у нас есть я так рада вашим советам всегда как-то раз под старым старым видео я уже не помню какое-то ну да внешнее видео было посоветовали чтобы шкурку от рыбки снимать нужно как бы ошпарить кипятком и она легко сойдет в каком-то виде просто я это чистила мне кажется мама у нас гостях была вот она меня сняла на видео и я даже мне кажется я даже помню кто это посоветовал екатерина германова у нас есть такая зритель она живет германии из узбекистана мне кажется она как раз таки мне тогда это посоветовала и сейчас хочу сказать что да я пользуюсь вашим советом я теперь шкурку чищу легко я просто крутым кипятком обливаю эту шкурку она так потом легко отходит раньше я всегда ножом обрезала как бы эту шкурку сейчас делаю вот так вот так что пользуюсь лучшим я просто сейчас работала с рыбой и вспомнила это спасибо вам большое за ваши советы за вашей советы вот такая вот у нас вкуснятина получилось спюрировала я тут как я говорила здесь морковь картошка пастернак и красная рыба и в конце в еду прям уже готовая уже пюре готовое все я добавляю всегда рапсовое масло беру всегда разное какое попадется в этот раз у меня вот такое что софийки что данилки я в еду в конце всегда добавляю рапсовое масло мне кажется кто живет германии это в общем-то все делают потому что тут сами педиатры советуют детям в еду добавлять рапсовое масло оно очень полезно очень много витаминов которые нужны ребенку даже на самом масле это стоит в общем кто живет в россии кто не знает пожалуйста тоже вам вот такой вот совет вот решили помыть коляску постирать коляску точнее я ни разу ее не стирала еще тут мама сидит откручивает разбираю я уже мыл нашу коляску то я уже знаю примерно я на стигур да я ничего не знаю да я не знаю я думаю мне надо разбираться тут долго и сегодня дела еще есть поэтому сейчас будем на стирку сейчас с ними и на стирку с чем связано что стирать не больно и грязно так скажем но это последний день не укрыли а во дворе у нас много кошек очень много кошек и я думаю может поспали давай лучше постираем я не разбираю разберемся девчонки вообще-то хотела сесть показать свои покупки для софии мини-мини покупочки ни в коем случае не для того чтобы прям вот показать как-то презентовать просто напомнить что сейчас очень классные скидки не только во взрослой одежде да также и для детей пользуйтесь случаем но я сейчас вам покажу это обязательно я как раз когда из росмана сегодня вышла зашла в этот детский магазин у нас там они рядом совсем но вот до сих пор меня трясет действительно меня трясет от ситуации которая произошла со мной где-то минут двадцать назад сейчас я вам расскажу еще одну фобию которая раскроет меня с другой стороны еще ближе меня узнаете у меня такая фобия когда давится дети инородными предметами это с этой фобии я конечно познакомилась только когда у самой появились дети это какой-то кошмар это какой-то кошмар у меня сейчас была ситуация я хочу сказать пылесос пылесошу полы квартире раза три точно за день раза три точно и все равно что-нибудь найдется мелко какая-нибудь пластиковая штучка которую нужно засунуть в рот конечно же я сейчас про данила я уже мечтаю когда у него вот этот вот бузы возраст будет осознанную не будет он все тащить крот потому что это кошмар софи это не такая была короче я была на кухне грела ему еду данилке и когда вот эти вот эти звуки слышу позывные рвотные звуки меня все меня кондратья сразу действительно меня хватает сразу кондратья и к нему вот это ну понимаете да к нему прибегаю он ведь еще такой деловой не дает себе в рот засунуть но я уже такая знаете знатная мама сразу же лезу в рот смотреть где чё в общем изо рта вытащила такой пластиковый кусочек прозрачный как стекло но это пластик кусочек он на него к нему прилип и он ни туда ни сюда и никак короче я вот это вот действительно боюсь когда у нас софикой случился случай помню я тогда весь интернет прошерстила обучилась вот этому как спасать детей в таком случае что делать куда бить как держать что делать да и начиталась только тогда помню истории моем случае для меня знаете мне иногда люди говорят о слишком много читаешь туда-сюда нет для меня это предупрежден значит вооружен бы для меня для меня это работает так лучше я лишний раз что-то прочитаю но если со мной что-то произойдет я вспомню это как молнии будут действовать чем как это потому что у нас была ситуация помню софика и где-то было вот возраст данилки где-то до 9 месяцев и было она совершенно рядом сидела и яблочками а так дала мы дольку яблочко дали и рядом она у сидела рядом между нами было 40 сантиметров я и игорь главным делом она кусать яблочко и жует оказывается не глотает с кусой жует и не глотает и короче у неё натрамбовался вот здесь во рту на трамбу много яблока оказывается а кто же знает что она не глотает собирает во рту вот ребенка вот откуда ты знаешь она пищает жует вроде весело рядом ребенок сидит она кажется собирается в рот и тут она начинает рвотные позывные эти звуки издавать мы давай ей в рот а у него глотка вся за трамбована этим яблоком представляете за трамбована мы ее бьем мы ее трясем ну как вот тогда между прочим мы делали не особо правильно потому что вот до этого случая честно признаюсь я вот не особо изучила тему как спасать детей людей в таком случае когда давится чем-то и я давай ей в рот все вытаскиваю изо рта вышка вырываю и еще идет и кровь и она представляете она начала синеть у нас на глазах это что-то было ладно я вот в этот момент была не одна ладно я в тот момент была с игорь игорь был дома но мы я опять знаете я вот вытащила много а глотка то там маленькая чё вытащила она я думала все она вот это вот начинает я вот сейчас рассказываю у меня действительно мурашки как я это вспоминаю я и уже многим это рассказала нашим знакомым чтобы они тоже были осторожны вот эта ситуация нас прям поставила на места чтобы мы просмотрели очень очень внимательно за такими вещами и поэтому данилка вот данилка еще хуже он все в рот сует софия как-то избирательно было а вот он все в рот сует в общем такая у меня сейчас ситуация была и когда я в тот раз вот тогда читала знаете нам я наткнулась на историю где родители вызвали скорую что у них ребенок подавился и в общем врачи констатировали смерть то есть вот летальный исхода но они от лица родители пишут этот комментарий специально в чат зашла тогда и там было написано но мы своим ушам не хотели верить что типа наш ребенок мертв и продолжали все равно массаж сердце делать там такой такой длинный я прочитал этот комментарий и представляете ребенок и задышал представляете это это чудо господне это это как еще назвать я тогда помню даже проследилась когда эту историю прочитала а вот если бы они руки повесили и поверили во врача вот тоже как ситуации бывает а врачи констатировали смерть но родители не хотели верить дальше продолжали ребенка массаж сердца делает дальше продолжали им это и ребенок задышал у них вот так вот бывает вот в общем пусть на меня не обижаются врачи я сама работаю в медицине но блин медики иногда сами ленивые конечно быстро не констатирует смерть на самом деле очень много таких случаев ну давайте покажу вам покупки софикины вот в этом магазине он называется эрстинс фэмили вот так вот сейчас очень хорошие скидки 50 процентов раньше конечно будет еще лучше скидки но тогда вы не будет выбора идите сейчас в этот магазин покупайте своим деткам одежду своим внучкам своим деткам очень хорошие вещички смотреть какую хорошую футболочку я софики взяла на такая прорезиненная это у меня на следующее лето будет такая вот и с валанчиками по низу очень интересно мне очень понравилось конечно и вот стоит 3 евро то есть стоило 799 сейчас 3 конечно же если они останутся она будет скорее всего еще и 250 или 2 но я на последние скидки не люблю ходить потому что выбора уже вообще нет никакого вот такую футболочку тоже на следующее лето взяла она хлопково тут как будто бы решилье посмотрите она такая ближайшие хлопково очень приятно и с такой повязочкой по низу приятный желтый цвет знаете иногда не хватает детском гардеробе однотонных вещей потому что у них все такой рисунок ты не можешь одеть вещь внизу там например микки маусы а тут например кошка ну как-то она не сочетается всегда если штаны какие-то рисунок то хочется однотонный верх либо наоборот да и вот детском гардеробе часто не хватает однотонных вещей вот она тоже кстати 3 евро стоит вместо 799 но и трусики взяла тоже кстати 3 евро три штучки очень хорошие хлопковые трусики она любит именно шортиком и удобно это я не для того чтобы сейчас вот когда еще раз повторюсь прям презентовать покупки но чтобы напомнить что в детских магазинах тоже сейчас очень классные скидки идите и закупайтесь